Ну что, всех ждем, присоединяются. Доброго времени суток всем! Ожидаем всех! Здравствуйте, здравствуйте! Добрый день! Кому-то добрый вечер, доброй ночи! Подождем минуточку, пока все присоединятся. И начнем наш эфир. Ну что, вы соскучились за мной? Давно мы с вами в эфире не готовили? Добрый, добрый, спасибо! Здравствуйте всем! И мне приятно быть в эфире сегодня с вами. Спасибо большое! Ну что, мы сегодня с вами готовим очень простой в приготовлении, но безумно вкусный торт «Дамский пальчик». Его сможет приготовить даже вот совсем-совсем новичок. Просто вкусно покушать для своей семьи. Здравствуйте! Очень-очень соскучились! Спасибо! Привет из златоуста! Привет златоусту! Ой, спасибо! За комплимент! Доброго времени суток всем! Ну что, начнем приготовление наших заварных палочек, заварных пальчиков. Здравствуйте, все, кто присоединился! Очень заскучились! Спасибо! Ну что, рецептик все видели, да? Мы разместили. Рецепт уже дан вам был. Кто посмотрел, он на самом деле очень прост. Правда же? Сейчас мы с вами займемся приготовлением самого простецкого заварного теста. Будем из него делать палочки. Маленькие палочки в виде пальчиков. Поэтому торт называется «Дамский пальчик». Будем делать аккуратненькие палочки. Соскучились за эфирами. Следующий эфир будет завтра, но не в моем профиле. Я буду выступать в качестве эксперта в профиле «Ильбекери». И мы будем разбирать... Кстати, вот рекомендую завтра присоединиться к эфиру. Будет очень много тоже полезной информации по поводу желирующих агентов. Мы будем разбирать пектин, агар и желатин. Это будет не на моей странице. Я сегодня выставлю сториз, где будет проходить завтрашний эфир в 12.00 по московскому времени. Варюшка будет в следующем эфире со мной, когда мы будем готовить пиццу. Вот, раскрыла секрет, что мы будем готовить пиццу по многочисленным просьбам. Последующий эфир завтра в 12.00 по Москве. Потом будет эфир 19.00 на страничке Ксюши Лобачева. И мы будем с вами разговаривать о том, как правильно принять заказ и рассчитать нужное количество и граммовку торта на человека. Как правильно направить клиента и дать ему рекомендацию. Сколько же, да, килограмм нужно заказать правильно тортик, чтобы его хватило. Особенно, когда он очень-очень вкусный. Вот тоже, я думаю, тема очень такая, да, когда объясняешь клиенту, что наши торты очень вкусные и домашние, они тяжелые. Что вам не хватит 2 килограмма на 50 человек? Вот об этом мы и поговорим 19.00 числа. Ну что, я думаю, что уже все присоединились. Ксюшенька, вы нас балуете. Я стараюсь. Я люблю вас баловать. Этот рецепт для эклеров, объясню, не совсем. Их будет рвать. Это настолько простой рецепт. Он еще с кондитерского цеха у меня, когда я работала на производстве. Он идет на воде. Он идет для профитролей, для каких-то заварных палочек. Я кольца делаю из него, да. Но вот эти новомодные эклеры, там рецепт немножко другой. Поэтому я не скажу, что подходит. Если вам не принципиально, что их там где-то разорвет, что они не совсем ровные будут, то подходит. А так вообще нет. Там у нас на воде идет тесто, в эклерах идет на молоке. Там они капризные, так скажу коротко, да. А у нас ничего здесь не капризное. Здесь будет все просто, все вот доступно. Кто сможет сделать вот просто раз, взять и сделать. Если взяться и сделать, это вот просто за, даже с выпечкой, со стыванием, не спеша, час и ваш торт готов. Здравствуйте, здравствуйте. Сказали бомба торт Сникерс. Я очень рада, что вам нравится. Ну что, по рецепту у вас дано 100 грамм воды, 50 грамм сливочного масла. Я использую только сливочное масло и хорошего качества. Кто будет спрашивать, а можно ли маргарит или масло подешевле, в тесто можно, это уже ваше желание. Но я использую только сливочное масло. Мы воду, масло и соль ставим на огонь и даем хорошо закипеть. Подготовленная, просеянная мука у меня здесь 70 грамм. Как только наша масса хорошо закипит, мы не выключая печи, всыпем туда муку и хорошо ее заварим. Будет у нас такой хороший клейстерный комочек. Хорошо ли меня слышно? Прибавьте звук, включите звук на своем телефоне. Отлично. Даем закипеть. У меня уже вот яйца подготовленные. Мы сразу будем прям работать с горячими продуктами. Я включу сейчас сразу печь, пока мы завариваем тесто, чтобы у нас обязательно была нагретая духовой шкаф. Добрый, добрый. Отлично. У кого плохо со звуком, попробуйте включить у себя звук, добавить его, либо выйти, зайти, и он появится обязательно. Замечательно. Ну что? Вода с маслом должна закипеть. Можно, но рецепт будет другой. Именно этот делается на воде. Я сейчас объясню, что делает молоко в этом рецепте. Вот у меня закипело. Я всыпала муку, не выключая печи, я завариваю свое тесто. Вот у меня получается вот такой вот комочек. Выключаю. Вот такой вот комочек заварного теста. Хорошо видно? Молоко. На мой взгляд, из моего опыта, на воде тесто получается пышнее и с тонкой корочкой. На молоке тоже можно, но результат будет другой. Я вот проживание уже с пергаментом подготовлю. Я перекладываю в чашу миксера. Я в миксере вымешиваю, не руками. Можно это сделать и ручным миксером, можно просто лопаткой. Но так как я использовать буду горячую массу, мне нужно, чтобы у меня венчик крутился, и яйца не успели завариться. Да, 70 грамм руки. Рецептик дан на страничках. Ставлю миксер. Миксер мой будет крутиться в горячее массу. И вбиваю туда яйца. Сначала одно, полностью вмешается. Кастрюлька с ручкой. Вот это вот, это такой сотейник с ручкой. Кошечек, да, очень удобно. Я взяла не венчик, а лопатку. Можно и венчиком тоже, но жалко же венчик, правда же. И второе яйцо. И хорошо вмешиваем оба яйца. Не надо два примерно вливать, а то тесто будет жидкое. Она нужна густое. Мы готовим дамские пальчики в виде торта. Тесто горячее, я его не жду. И сразу яйца. Да, правильно вы поняли. Абсолютно верно. Все, мое тесто соединилось. У меня яйца домашние. Тесто желтое-желтое. Отлично. Вот что у нас получилось. Если у вас миксер крутится, у вас яйца не заварятся. Если, конечно, вы будете вручную в горячую вмешивать, это опасно. Да. Можно подождать, пока тесто остынет. Вообще не критично. Пусть оно остынет. Не обязательно сразу им работать. Накройте его пленочкой, чтобы оно не подсыхало. И будете работать там через час, через два. С эклирами все намного сложнее. Тут намного проще. Здесь не нужно выдерживать строго, там, сколько-то грамм яиц. Два яйца, значит, два яйца. Так, вот такое тесто у меня получилось. Посмотрите. Вот такое, по густоте. Сейчас я его переложу в кондитерский мешочек. Можно без насадки. Можно с насадкой, какой вы там хотите. Я буду без насадки делать. Я буду именно в виде пальчиков. Добрый-добрый день, кто присоединился. Вот настолько... Ох, уронила одну. Можно просто, да, вот с таких вот отверстий отсаживать. Можно вот такие всякие с зубчиками звезды брать. Но я буду отсаживать просто из мешка в виде пальчиков. Вот такие вот тоненькие, как мизинчик. Они же еще вздуются у нас. Не надо нам огромные палки, с которых мы будем складывать торт. Чем мельче будут ваши пальчики, тем быстрее пропитается ваш торт. И будет сочнее. И раньше я его терпеть не могла, это тесто. Ты, наверное, полюбила. Вкусы, наверное, с годами меняются. Кондитерские мешочки можно купить в кондитерском магазине. У нас есть в магазине Мастер, там тоже есть мешочки. Это одноразовые мешочки. Доброго-доброго времени суток. Можно взять стакан для удобства. И перекладываем. Тесто может ждать. К примеру, у вас его очень много. Места не хватило в печи. Вы можете оставить его прямо в мешочке, не отсаженным. И оно без проблем 2-3 часа может пролежать. Не надо его оставлять без мешка, либо ненакрытым, потому что оно будет подсыхать. Вот в таком виде, если остается, оно может на столе ожидать. Главное, чтобы оно не заветрилось. Ручным миксером без проблем хоть лопаткой вы можете вмешать. И ручным можно яйца вмешать. Постараемся, если инстаграм нас не подойдет. Я отрезаю небольшую дырочку, наверное, сантиметр. Мне нужны палочки. Пальчики маленькие. Конечно, получится. Конечно. Какой торт я пекла варюше. А я выставляла в сториз, был торт ягодный микс, и то это пекла сцерения дочь. Она пекла, она собирала, я только украшала. Постараемся. Запись будет, спрашивают. Постараемся. Это не от нас зависит. Все зависит от инстаграма. Делала торт лаванда черника по вашему лицу. Это очень вкусный, всем понравился. Я рада, что вы рады. Ну что, будем отсаживать наши палочки. Палочки я их буду делать небольшими. Будут у меня вот такие палочки. Сейчас я покажу вам. О, не видно, наверное, было, да? Ага, сейчас. Вот так. Так лучше, да? И буду отсаживать вот такие небольшие палочки. Расстояние между ними, потому что они вздуются. Печка нагревается уже. У меня есть силиконизированный пергамент. Я люблю, когда не прилипает к бумаге. Так, что-то зависло здесь. Секундочку. Что-то тут зависло в контакте. У вас температура написано. Сейчас тут у меня с этого телефона эфир сорвался. Сейчас я поправлю. Длина палочек, сейчас скажу. Сейчас скажу примерно длину палочек. Три с половиной, четыре сантиметра. Как без бумаги? А как вы отдерете его от противня? Он будет прилипать к противню. Сейчас не зависло, все хорошо? Три с половиной, четыре сантиметра палочка. Либо пергаментная бумага, либо тефлоновый, либо силиконовый коврик. Но силиконовый жар забирает, лучше тефлоновый. Рецепт уже дан на страничке. Мы всегда размещаем рецептик на бесплатных эфирах заранее, перед эфиром. Там и крем уже дан. Сейчас отсадим все палочки, отправим в печь. Я поотвечаю на ваши вопросы. Я вот так раз веду палочку и обрываю. Веду и обрываю. Все отлично? Хорошо. Спасибо большое. Я стараюсь быть полезной. Для меня это главное. Как раз у нас один противень. И получается палочек. Пока они будут выпекаться, мы с вами еще поболтаем. Рецепт в последнем посте. В пост, который вчера размещали, туда же добавили рецепт, где картинка с заварными пирожными. Черника лаванды у нас в платном доступе. Напишите нам в личку. Мы вам отправим. Там всего лишь за 890 рублей три разных эфира с тремя разными рецептами. В контакте тоже есть рецепт заварного теста. О, как раз все, мешок пустой. Целый листик у нас получился. Смотрите, палочек. Отправляем в печь. Видели, да? Какие у нас были маленькие палочки. И какие у нас сейчас получатся. Нет, не сдувает. Поэтому я от края до края отсаживаю. Я пеку на конвекции. Ну, не глаз алмаза. У меня просто все рассчитано. Насколько так сейчас. Насколько сильно они поднимаются и увеличатся. Сейчас вы увидите. Вы не сильно отступаете один друг от друга. Нет, полтора сантиметра это не сильно отступая. А так они у вас склеятся. Я обожаю свою работу. Я не могу без нее. Даже если мне пишут, что занимаетесь кондитерским делом, в радость. Если я один день без выпечки, или без мастер-класса, или без эфира, я уже... Это не я. Вот и все. Так, что тут у нас еще с вопросами? Можно, конечно, выпекать. У меня конвекционная печь. Я ее на четырех уровнях выпекаю. Если нет конвекции, пеките без конвекции. Это не говорит о том, что будет плохо. Нет, просто я выпекаю все на конвекции. Спасибо. У вас написано все в рецепте. И температура тоже. 180-170. Если у вас большая конвекция, больше 170 не ставьте. Потом, после того, как они зарумянятся, мы убавляем и еще подсушиваем. Так как они маленькие, минут 5 больше не сушим. Если вы их не напечете, они у вас просто осядут. Если вы раньше времени печку откроете, они еще бледненькие, нет, румяной корочки, они тоже у вас осядут. И будут такие, как блэцечки-лепешечки. Какой вкусный лимон из безы. Это просто бомба. Да, кстати, он в одном фестивале был вместе с лавандовым. Насадку я без насадки делала. Я без насадки делала. Просто отрезала ножничками дырку. Я без нее делала. Не поняла, сколько желатина надо пускать в торт в лаванда. Там в рецепте все указано. Выпекаем не сколько минут, а до золотистого цвета. Минуты могут быть у всех разные. И температура в печи, даже на 170, на 160, она у всех разная. Как только вы видите, что они уже такие румяненькие, красивенькие, вы переключаете температуру у нас примерно на 150 градусов. Это все в рецепте указано. И еще подсушиваете минут 5, для того, чтобы они внутри допеклись, корочка сверху, приобрели корочку сверху и не осели. У меня две печи. Одна обычная бытовая Арестон, другая у Накс Анны. У нас был эфир по печам и по миксерам. И он сохранен ВКонтакте. Спасибо. Тесто, кто пропустил и позже присоединился, может пересмотреть эфир в записи. Рецепт дан на страничке. Дети тоже по вашим стопам пойдут. Средняя дочь уже по моим стопам. Она преподает пряники и печет торты. Привет-привет из Питера. Я тоже мечтаю заниматься только тортиками и уйти со основной работы. Все в ваших руках. Если вы этого желаете, у вас обязательно получится. Спасибо большое. Так, так, так. На YouTube канале вашим подробно снят торт «Белый Сникер» с семечками. Как можно приобрести рецепт на него? Так, там рецепт и дам тоже. Если на YouTube канале размещено видео, то есть такая галочка внизу. Вы нажимаете под видео и открывается рецепт. Мы не размещаем на YouTube канале эфиры без рецептов. Там все рецепты даны как так без него. Откройте эту галочку на YouTube и открывается снизу рецепт. Сегодня пробовали лавандовый. Он обалденный. Супер. Как готовим крем-чиз у нас есть на нашем YouTube канале. Курсы кондитеров Оксана Лобачева. А уменьшаем до скольки? У вас в рецепте написано до 150. В любой духовке можно выпекать. В газовой тоже. Главное найти подход к ней и подружиться. Сейчас посмотрю, что у нас там. Наши палочки начинают расти. Лавандовый у нас в платном доступе. Напишите нам в личное сообщение. Мы вам скинем ссылочку. Типа пленки влажной. А они такие и есть внутри. Типа пленки влажной. Если вы их особенно горячими вскрывали. Холодные они уже по-другому себя ведут. Чуть больше подсушивайте. Если мечта заниматься только кондитеркой, у вас обязательно это получится. Если ваш торт 3 шоколада обычный, а увидела у нас такой же, только с кремом и вишней. Подскажите, пожалуйста, какой рецепт крема? Если честно, это было очень давно. Это на фотографии. Я даже не помню, какой крем я туда вмазывала. Вы можете абсолютно любой туда намазать крем. Хоть крем-чиз. Это я разрезала корж, что-то там промазывала и клала вишню. Это было очень давно. Я даже не помню, какие тогда крема были. Как сделать крем черного цвета? Покрасить черным красителем. Много-много туда красителя насыпать и будет у вас крем черного цвета. Если вы чуть-чуть насыпите, он не будет у вас черного цвета. У нас был как-то эфир. Мы готовили, я рассказывала про яркие-яркие цвета. Зайдите на наш ютуб канал. Там очень много интересного. Приходите к нам учиться в онлайн-школу. Еще больше интересного. Можно отдельные видео-уроки приобрести. Пройдите в шапку профиля. Там есть топлинг, посылочки. Там все-все подробно вы увидите. Или напишите нам личные сообщения. Мы вам подскажем и скинем ссылочку. Я пеку шоколадный ананас. Коржи получились классные, замечательно. Конечно, что там шоколадный ананас, у него коржи на твороге. Там просто можно брать и кушать эти бисквитные шоколадные коржи. Даже без крема. Так. Трожжи на ишу. Да, можно из этого рецепта сделать. Шоколадный крем и чуть красителя. Ничуть красителя. Смотря какой фирмы. Чтобы забить коричневый цвет, тоже там красителя нужно ничуть. Очень много нужно. Вообще, самый лучший вариант сделать черный торт, это покрасить сверху из аэрографа тонкой корочкой. Вот и все. Меня интересует содружество кремов в кремом начинке и финише. Какие кремы с какими дружат. Такую информацию мы даем в нашей онлайн школе. Да, есть несовместимость кремов, которые не дружат с друг другом. Да. Про книжку напишите мне в личные сообщения Ксюша Лобачева. Делала Павлову бомба. Спасибо. Мне заказали шоколадный ананас на 4 килограмма. Как пересчитать вес торта? По коэффициенту. По коэффициенту то, что рассчитано на диаметр формы на 24. И вы рассчитаете торт на 4 килограмма. Там коэффициент, но если этот торт 3 с копеечками выходит вам там одну четвертую, одну пятую часть всего. Разделите все продукты на 3 и умножьте на 4. Это будет у вас, это если более таким доступным языком, да, если торт 3 килограмма. Разделите все продукты на 3. И вы таким образом узнаете, сколько нужно продуктов на 1 килограмм. И умножьте на 4, потому что вам нужен торт на 4 килограмма. Соответственно, вы сделаете форму не 22, а 24, чуть больше. Ютуб-канал Курсы кондитеров Оксана Лобачева. Каменный ганаш я не использую. Это не ко мне, это к другим мастерам. Готовый крем-чист на масле замораживать. Можно без проблем. Вообще, самый лучший крем, который замораживается, не имеет никаких проблем. Сейчас я посмотрю, что у меня в печи. Отлично. Пока я еще буду отвечать на ваши вопросы. Потом покажу, какие палочки у нас получились. И дадим им остыть и выйдем в эфир для того, чтобы мы собирали этот торт. Будем взбивать крем. Так, сейчас. Ой, сколько тут вопросов, вопросов, вопросов. Так. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать какой-нибудь крем с бананом? Но это не крем можно сделать с бананом, а мусс или суфле. Либо добавить карамелизированные бананы. Нет, если в лимонной кислоте выдержите, она, он не потемнеет. Нет. Про книгу написать мне в личные сообщения на страничку Ксюша Лобачева. Да, можно замораживать крем, честно, на сливках. Я не приветствую покрытие на сливках. Мне оно не очень нравится. Особенно в летний период. Следующий торт будет пробовать. Можно ли пальчики, можно ли пальчики ягодным наполнителем заполнить? Чем угодно. Чем угодно можно заполнить эти пальчики. Тогда вам нужно их чуть больше отсадить. Мы же делаем для торта, мы же не будем их ничем наполнять, поэтому они очень узенькие и маленькие. Там внутри очень мало будет у вас места, куда наполнять. Поэтому отсаживайте тогда их чуть больше. Можно птичку на желатине заморозить, для эскимошек. На желатине, да. Без проблем. Можно заморозить. Как выдерживать в лимонной кислоте? Развести водичку, кисленькую сделать. С лимонной кислотой. Я бы на вашем месте карамелизировала бананы и все. Либо приготовила бы мусс. У нас есть рецепт с карамелизированными бананами, чизкейк внутри. В марафоне, в мини-курсе, где 5 дней эфиров было, 5 рецептов и всего лишь 1200 рублей. Если вы это не можете найти, напишите нам в личку, мы поможем вам найти эту ссылочку. Творожный сыр нет, нельзя замораживать. На упаковке же написано, что сам творожный сыр нельзя. Крем из него это совершенно другой продукт. Только что сделала ваш медовик. Отлично. Крем чесномасля окрашивать любыми красителями? Да, абсолютно любыми, но только смотря, что какого цвета вы хотите добиться. Я готовила большие палочки, делала сочинка. А, побольше. Только на вашем прямом эфире столько вопросов вижу. Спасибо. Так. Я эклеры не делаю. Я не делаю эклеры вообще. То, что мы делаем сейчас, это совершенно другое. Кто-нибудь процесс приготовления пропустила начало? Я вам рекомендую пересмотреть эфир с самого начала. Заново сейчас вам никто не будет показывать и рассказывать. Мы уже идем дальше. Кто присоединился позже, пересмотрите, пожалуйста, эфир в записи. Рецепт дан на страничке. Была на мастер-классе в Тимошевске. Вы супер. Спасибо огромное. Делаю черничное творожье второй раз. Очень вкусный. Благодарю. У нас в кондитерском не продают фисташковую пасту. Сейчас ее можно заказать онлайн абсолютно угодно, где хотите. Я сейчас пеку профитроли для торта Малахит. Супер. Рецепт шоколадного бисквита есть. У нас есть все. На какую пасту в торт фисташковую малина можно заменить. Можете арахисовую взять, можете фундучную взять. Но вы должны понимать, что у вас уже получится не фисташковый крем, а совершенно другой. Боялась, что не сохранится. Но надеемся, что сохранится. Какой крем подойдет на торт птичье молоко? А зачем? Для финишного вы имеете в виду? Птичье молоко есть птичье молоко. По идее, его даже и не нужно покрывать никаким кремом. Но мои ученицы зачастую покрывают крем-чизом, потому что так захотел клиент. Крем-чизом. В Краснодаре в сентябре. Отлично. Получила книгу. Супер. Так, сообщения так быстро идут. Я не успеваю прочитать, как положить безе на торт, чтобы оно не подтаяло. Оно не успеет у вас подтаять. Если вам принципиально, изолируйте его какао-маслом, шоколадом, либо глазурью. Никогда не изолируй безе на торте. Ничего за сутки с ним не случается. Бисквит надо пропитать. Да, бисквит желательно пропитать, потому что птичье молоко не отдает влагу. Абсолютно верно. Замораживать этот торт можно. Да, можно. Так, по поводу приезжайте туда, приезжайте туда. Я обязательно везде, где могу, посещаю. Но для этого мы создали онлайн-школу. Так как меня на всех везде не хватает, поэтому добро пожаловать в нашу замечательную онлайн-школу с поддержкой моей и кураторой Елены. Если кого-то интересует онлайн-школа, у нас только-только стартовал августовский поток, вы можете еще присоединиться. Поэтому, кому интересно, напишите, и мы вам ответим. Сейчас я проверю наши палочки. Надо же сделать полотенчиком. Вот я один сейчас достала полусырой, уже я вижу, что они начали, вот видите, подрумяниваться. Я печь убавила. И вот если вы не досушите их, вот видите, он начнет вот так вот, недосушенный, подседать. Должна быть сверху уже такая вот корочка, как сверху. Но он вот так вот раз у вас, и как лепешечка осядет. Если вы выключите раньше времени, он должен быть подсушен. И внутри, он пустой, видите, какой. И внутри будет такой, ну как многие любят такой, конечно, как недопеченный. Вот такой вот, вот, недопеченное тесто. Один ему достала, показала. Я уже убавила, вот до такого цвета довела, убавила. Еще минут пять подсушиваю и достаю их. Да, Наполеон замораживать можно. Нет, я не пропитываю вообще бисквиты никогда, потому что мои бисквиты шифоновые, самодостаточные, с маслом, с кипятком. При этом крема отдают влагу. И кексовые теста, они вообще жирные, тяжелые, самодостаточные, их пропитывать не нужно. Но есть там, где суфле и муссы, которые не отдают влагу. И я говорю, где рекомендую пропитать, где не рекомендую пропитать. А там уже, конечно, дело вкусом, но существуют кексовые теста, которые вообще пропитывать нельзя. Они же от жира будут у вас потом разбухать. Правильное питание есть торты. Не поняла вообще вопроса, при чем тут правильное питание и торты. Мы не относимся к правильному питанию. Нет, вы имеете ввиду ПП-десерты или торты? Нет, я этим не занимаюсь. У меня торты жирные, калорийные, вкусные. Съел и ум отъел. Вот такие у меня торты. Если нет сыра Хохланд, какой можно брать сыр для крема? Я использую Кукин Шеф. Кто-то использует Виолетты. Кто-то Чудское озеро. Кто-то Филадельфию. Медовик. Коржи не надо. Они отлично хранятся. Сам торт, да, можно замораживать. И бисквитные можно. А чизкейк вообще и нужно замораживать. Этот чизкейк, это то, что и замораживается зачастую всегда. Вы сейчас не участвуете в марафонах? Участвую. В сентябре будет следующий марафон. Участвую. По времени смотрю, по возможностям. Да, а у вас завтра экзамен. В онлайн-школе небольшой тест-опросник. Девочки заканчивают обучение. У нас такой вот там мини-экзамен у девочек для того, чтобы получить сертификаты. Вот, сертифицированные ученики у нас выходят с онлайн-школы. В морозильной камере до двух месяцев хранится. Кому нужна моя дочь, напишите мне в личку, на страничку Ксюшу Лобачева. Я перекину вас на пряники, на ее страницу. Сыр сливочный и сыр творожный. Чем отличается? Одно и то же. На профессиональном сыре написано творожный. В магазине на маленьких фасовках написано сливочный. Да, мы готовим торт «Дамский панчик». Сейчас у нас допекутся палочки. Мы их достанем, я вам покажу. И пока они будут остывать, мы прервемся на 15 минут. Я подготовлюсь. И мы будем взбивать крем, собирать наш тортик. Три шоколада, конечно, можно замораживать. Это же муссовый торт. Он вообще без проблем замораживается. Сколько хранится сыра после вскрытия? У вас на упаковке написано. У каждого сыра свой срок хранения. Смотрите внимательно на упаковку. Курс профи супер. Спасибо. Добро пожаловать. И не только на курс профи. Так, раз пошла такая тема про онлайн-школу, расскажу вам, что у нас курсы разные. От минимальной самой стоимости 2400 рублей и выше, 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 при этом существует на курсе рассрочка. Вы можете обучаться у нас в рассрочку. У наших учеников, даже самых-самых-самых новичков, получается все с первого тортика. Так что, если у вас есть огромное желание, добро пожаловать к нам учиться. После онлайн-школы можно печь на заказ. Нужно печь на заказ. Не можно, а нужно. И не только на заказ. Радовать свою семью, близких, дарить вместо подарка. Еще и при этом зарабатывать на этом деньги. Конечно, чем можно покрыть муссовый торт, если форма не гладкая. Ничем, велюром, либо гляссажем. На чем был конденсат, не поняла. На торте он и будет, потом исчезнет. Это понятно, что конденсат будет после морозильной камеры. Нет, книги в рассрочку, к сожалению, у нас не продаются. По книге прошу написать мне личные сообщения. Здесь про книгу у нас такое количество вопросов отвечать не буду. Эфир у нас по приготовлению торта. Добрый, добрый, кто присоединился. Так. Я бы была с вами вечно. Сейчас учусь на курсе профи. Благодарю. Так, смотрю, что у нас там с палочками. Все, какие-то наши палочки. Если унесу, несу. Наши малаши-карандаши по пергаментной бумаге, когда она хорошая, они даже не прилипают. Видите, какие они получаются. Вороночку уберем. О, как семечки. Ну что, после остывания, если вдруг вам не понадобилось использовать прямо вот в данный момент в торт, трое суток после того, как они остыли, в пакете либо в контейнере, они хранятся в холодильнике. В морозильной камере до двух месяцев. Вы не представляете, какие они вкусные с морозильной камеры, как будто только свеженькие, они мягенькие становятся. Вы можете испечь и даже с начинкой их заморозить. Мы начинять ничем не будем, они у нас будут пустые внутри. Мы будем их смешивать с кремом. Так, сейчас я печку выкручу. Печка тут сама своей жизнью живет, включается. Сейчас, пока они будут у нас остывать, мы прервемся минут на 15. Я подготовлю все для крема, подготовлю рабочую поверхность. Мы будем с вами украшать. Ну, я их постараюсь сейчас сохранить, да. Кто позже зашел, пересмотрите запись в эфире. Рецепт уже дан был на страничке. Какие торты в курсе для новичков? Напишите, пожалуйста, в директ нашей школы, и вам все-все расскажут. И пришлют вам ссылочку, и позвонят вам, расскажут, какие торты входят, что туда входит, сколько месяцев обучения, что, как и куда, и чего. Вам все более подробненько расскажут наши помощники. Аэрограф или краскопульт? Я посоветую аэрограф, потому что аэрограф это для краски, для оттенков. А под краскопульт нужен либо идеально ровный торт, потому что велюр, он выдает все погрешности, либо текстура какая-то, чтобы не было погрешностей. Аэрограф в первую очередь, краскопульт позже, если, конечно, он вам нужен. Можно 20% сметану, да. В этом можно. Этот торт складывается горкой, можно любую сметану. 25, 20, даже 15 можно. Готовила торт морковь и апельсин вкусный. Отлично. Я очень рада. Ну что, давайте мы эфир будем сохранять. Как раз сейчас без 15, в 17.00, да, 15 минут мне на подготовку, и как раз у нас остынут наши палочки. Для ускорения можно их отправить еще и в холодильник, быстрее остынут. И мы будем собирать торт, да. Сохраняю эфир. И через 15 минут выходим. Сохраняю эфир. В следующий раз. Продолжение следует...